Государственные символы Республики Беларусь прошли долгий путь становления, развития и утверждения. В них бережно сохранены черты белорусского национального колорита. Герб, флаг и гимн – главные символы независимости, которые подчеркивают самобытность народа синеокой. Ее большой исторический путь от первобытных истоков к современному государству. Без малого два десятигоди, у майские дни, мы ушановываем гербистях, выбранные волей народа, головными символами нашей суверенной краины. Беспречно, что для соправданного гражданина нема ничего святей и дорожей герба и стяга родной державы. Глядя на них, каждый из нас отчувает себя неотъемной часткой одинной великой семьи, имя какой белорусский народ. В городе над Богом день государственного герба, флага и гимна ознаменовался особой торжественностью. В церемонии приняли участие чиновники, общественные деятели, руководители предприятий и организаций, ветераны Великой Отечественной войны и труда. Для них присутствие на площади в такие особые для каждого гражданина моменты – не просто традиция. В городе образовалась наша республика, узнаменовали мы и флаг, и герб. Это является огромным символом государства, потому что если государство не имеет ни флага, ни герба, то это не государство. Из года в год брещане и гости города над Богом приходят на торжественные мероприятия, чтобы отдать дань памяти подвигу ветеранов, которые ценой своей жизни завоевали для белорусов современную свободу. Чтобы высказать слова благодарности тем, кто сегодня трудится на благо своего государства, кто сохраняет традиции, накопленные трудолюбивыми людьми-синёкой на протяжении многих веков, кто учит и воспитывает наших детей, кто борется за жизни в больницах и госпиталях, кто охраняет рубежи Беларуси, кто строит светлое будущее. На самом деле это яркий, великий день, который нужно чтить и помнить. Это праздник, это праздник для молодежи, праздник для взрослого поколения. Конечно же, им в первую очередь нужно гордиться, что мы независимая республика, что у нас есть свой день государственного герба и флага, и нужно его отмечать. Такой праздник, как праздник герб и флаг, это просто необходимый для каждого государства. Именно он символизирует свободу, независимость, самостоятельность своего государства, уважение и любовь людей к своему государству. Без флага, без герба практически невозможно существование ни одного государства. Для брещан и гостей города над Бугом на площади был организован целый цикл мероприятий. Под звуки гимна в областном центре был поднят флаг республики. Детскими творческими коллективами была подготовлена сложная и красивая композиция из пяти тематических блоков, отразивших долгий и трудный путь становления Беларуси как суверенного государства. Не оставила равнодушными гостей праздника и большая музыкальная программа, которая была подготовлена Брестским оркестром военной комендатуры. Губернатор региона Константин Сумар уверен, что такие яркие и красочные демонстрации необходимо проводить. Они служат настоящим символом единства народа. Любая страна гордится своей символикой. И не исключение наша родная Беларусь. Именно нет ничего дороже, я считаю, для нас это как флаг страны, герб страны. И самое дорогое это те люди, которые проживают на этой прекрасной земле. Поэтому вот эти праздники, которые мы проводим, именно праздную нашу символику, символику нашей страны, еще раз показывают о том, что мы едины, что мы все целеустремлены, что мы все делаем для того, чтобы наша страна, наша земля была богаче. В завершение митинга торжественным маршем по главной площади города прошли ветераны, воины Брестского гарнизона, лучшие учащиеся и члены мемориальных отрядов, представители студенческих активов. День герба, гибна и флага Республики Беларусь объединил людей самого разного возраста и вероисповедания, разных предпочтений и профессий. Ведь именно от них сегодня зависит, каким будет будущее нашего государства.